Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня в моей рубрике «Коротко о главном по здоровью» я хочу рассказать о обвисшей коже, о дряблых мышцах, о проблемах с этим связанных. Главная причина обвисшей кожи – это гормональные изменения, в первую очередь, у женщин, хотя у мужчин вполне тоже. У женщин эти проблемы начинаются с менопаузы, как правило, хотя и раньше тоже это связано с проблемами с надпочечниками. А с надпочечниками и у мужчин, и у женщин проблемы могут быть и до менопаузы, и в любом возрасте. Гормональный фон у каждого человека начинает меняться после 35-40 лет, ну а менопауза у женщин – это 50 плюс-минус. С наступлением менопаузы у женщины яичники перестают, либо начинают мало вырабатывать гормоны. Но роль яичников отчасти берут на себя надпочечники, которые тоже вырабатывают свои специфические гормоны. И начинается перестройка организма, как бы организм привыкает и перестраивает биохимию на другие гормоны. То есть, начинается перестройка функционирования организма с гормонов яичников на гормоны надпочечников. И если до менопаузы есть или были проблемы с надпочечниками, то после менопаузы эти проблемы многократно усиливаются. Это и остеопороз – сколько кальция вы не ешьте, и сколько витамина D3 не принимаете. Это и приливы. Это и, конечно же, обвисшая кожа. То есть, причина в том числе и в потере коллагена, из-за дефицита многих гормонов и, кстати, дефицита серы. Ну и, соответственно, серосодержащих аминокислот и белков. Ну, по сере сразу скажу – принимайте препараты органической серы. Вам очень важно знать, что при менопаузе снижается синтез и, соответственно, содержание в организме следующих гормонов. Во-первых, кортизолу. Но про него пойдет речь дальше в связке с гормоном роста. Второе. Снижается количество тестостерона, а значит, в связке с ним идет снижение мышечной массы. Третье. Дегидроэпиандостерон. Это антистрессовый гормон и предгормон, который дает все остальные гормоны, производимые надпочечниками. Снижается и эстроген, и прогестерон. Эстроген отвечает в том числе за менструальный цикл и является антиоксидантом. Прогестерон отвечает за вторую половину менструального цикла и связан с эстрогеном. Но есть очень важный момент. Прогестерон всегда после менопаузы снижается, то есть выработка синтеза его снижается в большей степени, в большей пропорции, чем синтез эстрогена. И эстроген начинает доминировать над прогестероном. При этом, при анализах, эстроген может быть в норме. Но помните, это не норма, потому что прогестерон в пропорции снижен больше, чем до менопаузы. А это приводит к дисбалансам в организме. То есть проблема в нарушении дисбаланса между этими двумя гормонами. Теперь главная проблема обвисшей кожи. Это снижение с возрастом гормона роста. Гормон роста начинает снижаться уже с 25 лет, ну а после менопаузы в огромном темпе. А он отвечает и за сжигание жира в организме, за подтянутость мышц, то есть за тонус кожи и мышц. Он отвечает за энергию, за синтез коллагена, за синтез белков, ногтей, волос, кожи, за нашу молодость в конечном счете, а не только за рост организма, как некоторые люди почему-то думают. Некоторые клиники, особенно на Западе, рекомендуют вкалывать с возрастом гормон роста. Но это полка двух концов. Во-первых, синтетически наносит безумный непоправимый вред организму, а натуральный, в любом случае, он не наш, не родной. Да, во-первых, он стоит безумные деньги, там 60 тысяч долларов в месячный курс, но дело даже не в этом. Если вкалывать натуральный гормон роста, то постепенно синтез своего гормона роста, который наш организм синтезирует, прекратится вовсе. Так происходит всегда. Например, при потреблении гормонов щитовидной железы по назначению врачей, при заболевании щитовидной железы, гормон роста, который синтезирует, все-таки хоть в малом количестве, но щитовидная железа вовсе прекращает выработку. Хотя поднимая гормон роста, пусть и искусственным путем внесения натурального гормона роста, дорогого, да, омоложение происходит, жир уходит, кожа подтягивается, эти эффекты известны. Но если есть в организме в этот период раковые клетки, которые уже вышли из-под контроля, и их рост начинает преобладать над подавлением их нашей иммунной системой, то тогда раковые клетки начнут расти быстрее и пойдут в разнос. Более того, если потреблять искусственный гормон роста, то снижается выработка в том числе гормонов поджелудочной железы. И, как правило, такой человек со временем получает еще и сахарный диабет. Дорогие друзья, любая гормонозаместительная терапия снижает связь между гормонами и регулировку выработки гормонов организма. Нарушается связь между железами внутренней секреции. Меняется обмен веществ в не лучшую сторону. Но в связи с моей темой нынешней, гормон роста это еще и буфер. Он как бы оппонент кортизолу. При дефиците гормона роста кортизол как бы выходит из-под контроля. А излишнее количество кортизола в организме это разрушение белков. И если при дефиците гормона роста уровень кортизола велик, то он начинает разрушать белки мышц быстрее, чем те синтезируются. И тогда снижается синтез коллагена и кожа обвисает. Вот как это происходит. Итак, у дряблой кожи две основные причины, помимо того, что я говорил выше. Первое, это пониженный уровень гормона роста. И второе, повышенный уровень кортизола. Ну еще раз, чтобы вы правильно понимали. Дело не просто в повышенном уровне кортизола как таковом, а в диспропорции между гормоном роста и кортизолом. Так что же тогда делать? Ну, во-первых, нужно поднимать уровень гормона роста, а это возможно, сейчас поясню как. И второе, нужно снижать уровень кортизола в организме, и это тоже возможно. Внимание, хочу сообщить, что мы больше не участвуем ни на каких ярмарках, ни на каких мероприятиях, а наши продукты, товары можно приобрести только на нашем сайте надгард.ру. В любую точку России и мира мы отправляем наши товары, наши продукты. На нашем сайте есть раздел «Доставка и оплата». Там все подробно объясняется. Как повысить уровень гормона роста? Ну, во-первых, это интенсивные физические нагрузки, бег, велосипед, ну пусть даже занятия на тренажере при невозможности, скажем, занятий на природе, на свежем воздухе. Но при этом должен быть и хороший полноценный отдых, расслабление организма. Иначе жир не расщепить и гормон роста не повысится. Обязательно нужен хороший крепкий сон. Обязательно нужны в рационе питания такие аминокислоты, то есть протобелки, мономеры полимерной цепочки белковой, такие как аргинин в первую очередь. Он заставляет организм синтезировать гормон роста. Во вторую очередь это трептофан, он усиливает действие первого, ну и лизин. Но белка, дорогие товарищи, нужно немного, потому что повышенное количество белка провоцирует выработку гормона инсулина. То есть инсулин провоцирует не только излишний сахар, но и излишний белок. А тогда снижается выработка гормона роста. То есть инсулин подавляет синтез гормона роста. Много этих аминокислот в спирулине, в хлореле, очень много в конопляном протеине. Их я советую употреблять обязательно. Но не нужно потреблять высокомолекулярный животный белок. Почему? Об этом я говорил в многих своих прошлых видео. В крайнем случае яйца. Но про яйца обязательно посмотрите вот это моё видео, чтобы не допустить ошибки. Но чтобы в полной мере правильно разобрать белки до аминокислот, нужна временная повышенная кислотность желудка. А это можно усилить, например, яблочным уксусом. Посмотрите обязательно вот это моё видео. Сейчас моя небольшая реклама, но, как говорится, оставайтесь с нами. Самое интересное и важное будет после неё. Кто не подписался, подписывайтесь вот на этот мой главный канал. Нажмите рядом на колокольчик. Выберите, чтобы вам приходили все уведомления о выходе моих новых видео. Но если они вдруг не приходят, а с Ютубом такая проблема сейчас бывает, то можно поступить ещё и по-другому. На нашем сайте nadgar.ru в самом низу, если пролистнуть страничку до самого конца, есть такое поле подписаться. Туда надо ввести свой электронный адрес и нажать кнопку подписаться. И тогда вы точно будете получать от нас все уведомления о выходе наших новых каких-то информационных продуктов, видео, ну и прочей рассылки, которая будет вам весьма полезна. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Захотите, подпишитесь. Очень важно внедрить в свою жизнь в рацион интервальное голодание. В идеале 6-18. Ну или хотя бы, чтобы не было постоянных перекусов. То есть, хороший, плотный, самый калорийный завтрак, обед, и после обеда еды до следующего утра, до завтрака вы уже никакой не едите, ничего не принимаете. Помните, что постоянные перекусы очень сильно вредят печени и поджелудочной железе, потому что постоянно провоцируют их на чрезмерную работу без отдыха. То есть, тогда эти органы просто работают на износ. Помните прекрасную и вечную пословицу Великого Суорова «Завтрак съешь сам, обед подели с товарищем, а ужин отдай врагу». Гормон роста действует через печень. Печень непосредственно связана с процессами пищеварения, поэтому если больной кишечник желудок, гормон роста будет вырабатываться в гораздо меньшем объеме. Как понять, есть ли проблемы с печенью, посмотрите вот это мое видео. Итак, если есть проблемы с пищеварением, с ЖКТ, то будет низкий уровень гормона роста. Потому необходимо убрать стрессы, понизить уровень сахара в крови, не есть ничего сладкого, в идеале перейти на низкоуглеводистую диету, кетопитание, веганская кетодиета, посмотрите мое видео. Обязательно применять интервальное голодание, и тогда гормон роста будет повышаться. Ну и, конечно, следите, чтобы у вас не было дефицита витамина D. Чтобы гормон роста синтезировался в нужном количестве, необходимо понизить уровень кортизола. Каким образом это можно сделать? Ну, во-первых, обязательно убрать стрессы из своей жизни. Да, это сделать непросто порой и в наши дни, но это непременные условия для снижения гормона кортизола. Обязательно, особенно если есть проблемы с надпочечниками, сначала применяйте низкоинтенсивные физические нагрузки. Не сразу бег или понеслось на велосипеде, как белка в колесе, нет. Постепенно. Это прогулки на свежем воздухе. Не на беговой дорожке, а на свежем воздухе. Длительные прогулки. Это обязательно прогулки с хорошим настроением. Постепенно эти нагрузки надо увеличивать, и уже плавно, в зависимости от состояния здоровья, через несколько месяцев перейти к более интенсивным физическим упражнениям. Это переходный период. Дело в том, что только при интенсивных физических нагрузках синтезируется гормон роста. Чем больше у вас проблем с надпочечниками, тем дольше нужно восстановление, отдых после физических работ любого рода. Проверьтесь обязательно на наличие тех или иных проблем с надпочечниками. Дорогие друзья, нужно очень хорошо высыпаться. Особенно с 23.00 до 3 утра должна быть глубокая фаза сна, то есть в полном погружении. Более того, этот сон должен быть в полной кромешной тьме, чтобы на расстоянии вытянутой руки не было видно даже пальцев рук. Только тогда и только в этих обстоятельствах вырабатывается в полной должной мере гормон мелатонин, который не только нужен для роста и развития детей, как многие из вас знают и совершенно правы, но еще и это противораковый гормон. И более того, он регулирует другие гормоны организма, в том числе надпочечники, щитовидки и другие. Потому эти два условия соблюсти обязательно. Помимо того, что я сказал, убрать стресс и прочее нужно увеличить потребление калия. Особенно, если вы едите много соли, а там много натрия, а он антагонист калию, то калий будет в дефиците, и тогда будет и задержка воды в организме и много других проблем. Много калия содержится в листовой зелени. Есть он и в кураге, но она сладкая, помните, излишнее количество сахаров не нужно. Разнообразная зелень обеспечит вас калием в должной мере. Более того, нужны витамины группы В, а все витамины группы В и калий, в том числе как минерал, содержится в большом количестве в спирулине, в хлорелле. Поэтому, дорогие товарищи, я советую вам потреблять и спирулину, и хлореллу, но только органическую и дикую, а не лабораторно полученные культуры. Тогда в них действительно полноценный, уникальный состав. Еще раз акцентирую внимание ваше на сахаре. Дело в том, что сахар провоцирует выработку инсулина, а инсулин провоцирует снижение синтеза гормона роста. Сахар повышает кортизол и инсулин, а инсулин разрушает сосуды и изнашивает все органы. Для синтеза коллагена и гилаурона я советую употреблять кератин. Это уникальный продукт, полученный, кстати, из растительного полностью сырья, то есть он еще и к тому же веганский, этический, для кого это важно. И он провоцирует выработку синтез и коллагена, и гилаурона, и других важных компонентов для тургора кожи. Обязательно рекомендую употреблять диатомид, это органический кремний, важнейший микроэлемент. Конечно же, уникальный биофлавоноид дегидрокварцетин, посмотрите это видео. Я рекомендую употреблять конопляный протеин. Именно в нем содержится большое количество, идеальное соотношение аргинина и трептофана. В конопляном протеине все незаменимые аминокислоты, низкомолекулярные белки и в отличие от высокомолекулярных, например, мясных белков, они не дают реакцию антигена-антитела с образованием кадаверина, патрицина и других гнойных токсинов и трупных яда. Но об этом, впрочем, я подробно рассказываю во многих своих видео по здоровью. Помимо конопляного протеина можно потреблять очищенные семечки ядер конопли. Уникальный по составу продукт, практически не имеющий аналогов в природе. В Древней Руси, кстати, когда не было материнского молока по какой-то причине, не было кормилицы, пользовались именно конопляным молочком. Есть такая наука фунготерапии. Это наука, которая изучает лечебные свойства высших базидиальных грибов. Так вот, там есть такой гриб Митаки. В природе он есть, и этот гриб известен с издревле, как гриб, который снижает в том числе массу тела, лишнюю жировую ткань убирает. Более того, его принимают после менопауз как раз для улучшения синтеза необходимых гормонов. И он действительно работает. Есть такая комбинация Митаки, Шитаки и Рейши. Если её применять, то, во-первых, это противоопухолевая терапия, то есть убирает кисты, миомы, фибромы. Но плюс ко всему это улучшает гормональный фон. Под данным видео я дам вам для удобства идеальную комбинацию препаратов, средств различных, которые улучшат синтез необходимых гормонов и уменьшат негативный эффект от менопауз и возрастных изменений. Конечно, это и маточное молочко, и, конечно же, перга. Можно применять очистительные процедуры, детокс, и даже голодание более длительное, чем интервальное, но только после антипаразитарной программы. Помните, как действуют паразиты, как они изнашивают организм. Поэтому вот это короткое моё видео о паразитах, хотя бы его, посмотрите непременно. Я, разумеется, не рекомендую потреблять мучное. Помните, что в зёрнах очень много лектинов, таких белков, которые вызывают воспаление. Плюс к тому, конечно, варёные крахмалы надо исключить из рациона питания, если вы хотите всё-таки наладить массу тела, снизить жировую массу и улучшить функционирование гормональных систем организма. Обязательно посмотрите мои видео «Синдром раздражённого кишечника. Как снизить жировую ткань, жир бока». Видео про целлюлит, про выпадение волос. Всё это, дорогие товарищи, между собой связано. Естественно, необходима посильная физическая работа на те группы мышц, где кожа обвисает. Необходимо улучшать кровообращение и функционирование лимфатической системы. А этого добиться можно только при физической, постоянной, посильной работе. То есть, активный образ жизни и всё то, о чём я говорил выше. И, конечно, не забывайте про серу в органической форме. Её, к примеру, можно купить в Коралловом клубе. Ссылочка, как получить скидки, если вы захотите купить в Коралловом клубе, будет под этим видео. Но всё остальное, дорогие друзья, от конопляного протеина до спирулины, грибных препаратов и так далее, всё можно купить на нашем сайте nadgar.ru. Заходите по ссылкам, будут они в описании, как и другие те видео, о которых я говорил вам сегодня в данном видео. Я надеюсь, данная информация была вам очень полезной и важной. Тогда обязательно поддержите мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и рядом нажимайте на колокольчик. Тогда вам будут приходить уведомления о выходе моих новых видео, и вы их не пропустите. На этом всё. Желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья и здравомыслия. До новых встреч, до свидания.